Небольшая площадка возле здания Центра социального обслуживания «Вера» в окружении цветущих деревьев прямо располагает для принятия асан. Ведь йога – это еще и философия, благодаря которой человек становится на путь самопознания и гармонии с окружающим миром. Так считает и Елизавета со звучной фамилией река, которая посещает занятия совсем недавно. Я считаю, что она дает общее развитие, как для осанки. Вот мне, например, нравятся у меня проблемы с позвоночником. Я как бы тоже этот вариант рассматриваю для общения. Мне некогда скучать. Мне нравится наш преподаватель. Ведет занятие Сергей Армашов – сертифицированный преподаватель йоги и специалист по оздоровлению и различным видам тренинга. Сергей рассказывает, что для людей старшего поколения программа упражнений разработана с учетом возрастных особенностей. Здесь есть определенные ограничения у людей. Допустим, повышенное давление может быть, еще какие-то проблемы, боль в суставах, например, может быть. И с учетом этого подбирается комплекс так, чтобы с наиболее такими распространенными проблемами в этом возрасте можно было поработать. И, в общем-то, это получается. По отзывам, меньше стали болеть суставы у людей. И, в общем, самочувствие отличное после занятия. Йога помогает улучшить дыхание, равновесие, гибкость и здоровье суставов, уменьшает беспокойство и снижает давление. В целом, занятия помогают улучшить качество жизни людей старшего возраста. От занятия я очень довольна. Во-первых, у меня как-то пошли сразу результаты. Стала, улучшилась гибкость, даже наклоняться стала. Поэтому я очень довольна, что у нас в регионе есть такое мероприятие. Буду ходить. У меня компрессионный перелом позвоночника. Я сгинаться, допустим, зашнуровать не могла. А сейчас я спокойно сгинаюсь, уже у меня чувствуется растяжка позвоночника, и я чувствую результаты. Сотрудники Центра Вера планируют проводить тренировки на свежем воздухе, пока позволяет погода. Ведь йога на природе может вдохновить на творчество. В рамках программы «Активное долголетие» занятия клуба изобразительного искусства также будут проходить под открытым небом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.